Перебирая многочисленные грамоты и фотографии Жомарта Сарсенбекова, его близкие родственники до сих пор не верят в случившееся. Гордость семьи, герой. Он был вторым из восьми детей и всегда отличался стойкостью духа. Именно поэтому Жомар Сарсенбеков и выбрал профессию спасателя. В тот роковой день, вспоминает жена Улжан Сабазова, они вместе с мужем планировали отмечать 13-ю годовщину свадьбы. Но домой Жомар так и не вернулся. На момент гибели у него было четверо детей. Супруга ждала пятого ребёнка. Малыш родился уже без отца. «Мы мечтали с мужем о большом доме. Дети ведь растут. Наша мечта исполнилась, а в душе пустота. Очень больно. Жомарта рядом нет». Сослуживцы Жомарта Сарсенбекова вспоминают, он всегда был опорой и приходил на помощь в трудную минуту. Так было и 30 мая. После тревожного вызова, который поступил в спасательный отряд, поисковая группа немедленно выехала на место происшествия. Около 10 часов утра Жомар Сарсенбеков первым обнаружил незадачливого скалолаза в горном ущелье. Спасатели оперативно-спасательного отряда при помощи альпинистского снаряжения подняли его наверх. Во время спасения туриста Жомар сорвался в обрыв. Он погиб мгновенно. Новый пятикомнатный дом подарили в благодарность за проявленный героизм. Жилье приобрели на средства, собранный неравнодушными. На счет, который открыли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, деньги отправляли все казахстанцы. Новое жилье удалось построить буквально за два с половиной месяца. Большая семья сегодня въехала в просторный дом. Погибший при героическом исполнении служебного долга Жомар Сарсенбеков посмертно представлен государственной награде ордену Айбэн. В органах гражданской защиты он проработал 13 лет. Ксения Поленица, Толгат Абдинабиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утрар». Привет. Трогаемся.